Движение – это жизнь, а активное движение – это здоровая жизнь. Именно такому принципу на протяжении 10 лет следуют жители Науинской волости, в том числе и сеньоры, а также люди с ограниченными возможностями. И каждое лето они принимают участие в спортивном турнире, организатором которого является Науинский центр молодежи и спорта, а также центр социальных услуг и помощи Науинской волости. Отзывчивость наших жителей большая. Хотя с каждым годом по известным причинам количество участников мероприятия становится меньше. Кто-то болеет, кто-то уже в силу преклонного возраста не может быть активным. И тем не менее соревнования проходят, и они пользуются популярностью. И сегодня большинство участников этого турнира – это клиенты нашего центра социальных услуг и социальной помощи. В настоящее время на территории волости проживают около 300 людей с ограниченными возможностями. И, как отметила Наталья Шкотина, сегодня главной целью социальных работников является интеграция этих людей в общество. Люди, сидя дома, чувствуют себя одинокими. Они считают, что о них уже все забыли и никто их не вспоминает. Но именно такие мероприятия способствуют интеграции этих людей в общественную жизнь. Своего рода это тоже реабилитация, которая полезна не только для сеньоров, у людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых людей. В этом году участие в спортивных играх приняли около 40 участников. Эрна и Виктория – одни из них. Я всю жизнь была очень активным человеком и принимала активное участие в общественных мероприятиях. Почему? Мне просто интересно посмотреть на других и себя показать. Я даже занимала первые места. Но сейчас уже возраст не тот, сложно. Вот если бы был песенный конкурс, я бы была первой. Как только праздник, всегда участвую. Очень нравится. Хоть один раз в год нам, пенсионерам, вот такое делают, ну, такое мероприятие. Пенсионерам, инвалидам, куда еще собираться. А так вот такие праздники очень хорошо, что вот организует наша волость, да, и социальный центр. Занимаю много раз места, так что призы были. Праздник завершен, но все его участники сошлись во мнении, что таких мероприятий должно быть больше, поскольку именно они помогают людям с ограниченными возможностями и сеньорам сохранять интерес к жизни и чувствовать себя необходимыми обществу. Лариса Кириллова, Эвика Музница, Александр Хлистов, телевидение.дотком.